Слово Мы с вами перенеслись в горницу. Сейчас четверг, вечер. Это последний четверг и последняя трапеза, последняя вечеря земного служения Иисуса Христа, который Он принимает Своими учениками. Никто кроме самого Иисуса Христа не понимает, что происходит. Никто кроме самого Иисуса Христа не понимает, чему надлежит произойти. Это очевидно для нас из 13 главы Евангелия Теона. Только Иисусу известен замысел Отца. Только Иисусу известно, что будет с Петром. Только Иисусу известно его собственное будущее. Только Иисусу известно, что будет дальше. Никому другому ничего этого не известно. Вчера мы завершили разговор о 13 главе. Нелегко составить план беседы в горнице. Ведь Иисус не просто развивает логический аргумент. Он служит настоящим живым людям, находящимся в состоянии эмоционального кризиса. Он ведь не доклад читает в эту непростую минуту. Он успокаивает людей, находящихся в состоянии эмоционального кризиса. Состояние близком к состоянию эмоционального срыва. От неизвестности того, чему предстоит случиться. Возможно, он внимательно смотрит на них и приспосабливает свои слова, адаптирует свои слова к их состоянию. Когда-то он видит, что они плачут, он успокаивает их. Когда-то он ободряет их. Каждый момент он делает именно то, что нужно именно в эту минуту. Понимая, что ученики находятся в состоянии величайшего эмоционального возбуждения, мы можем разделить беседу в горнице на семь ободрений. Я их сейчас перечислю. Первое ободрение. Небеса придут. Небесная жизнь придет. Об этом в первых трех стихах 14 главы Евангелия Теона. Второе утешение. Второе ободрение. Им уже доступен путь в небеса. Имя тому пути Христос. Об этом с 4 по 11 стихи 14 главы. Третье утешение. Третье ободрение. Даже когда Христос покинет их, его дело не прекратится. Его дело продолжится. Об этом с 12 по 14 стихи. Четвертое утешение. Четвертое ободрение. Дух Святой поможет им и после того, как Иисус отойдет от них. С 15 по 17 стихи. Пятое утешение. Пятое ободрение. Христос не покидает их. Он вернется снова. Он придет снова. Об этом в стихах с 18 по 24. Шестое утешение. Шестое ободрение. Дух Святой даст им все необходимое. Стихи 25 и 26. И последнее утешение. Последнее ободрение. Христос оставляет им свой мир. 14. 27. Помните слова Августина. Бог дает все, чего требует. И требует все, что дает. В первом стихе 14 главы Иисус заповедует им. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. Знаете почему? Потому что у вас есть мир. В первом стихе Он говорит, да не смущается сердце ваше. Он требует, чтобы сердце не смущалось. В 27 стихе мы читаем, мир оставляю вам, мир мой даю вам. Он дает мир как ресурс для того, чтобы ученики не смущались. Вчера мы уже говорили о начале, о первых стихах 14 главы. Иисус готовит небесный дом для учеников. Небесный дом – это место, которое подготовлено для подготовленных людей. В начале 14 главы Он говорит о том, что готовит небесный дом для нас. И затем на протяжении 14, 15 и 16 глав Иисус говорит о том, как нам готовиться к тому, чтобы войти в небесный дом. Как нам также готовить эту землю, эту планету, к тому, чтобы пришел небесный дом, даже тогда, когда Иисуса среди нас не будет. В небесный дом нельзя войти подобно незнакомцу. Когда попав в небеса, вы увидите, что здесь вас и знают, и ждут. Христос – наш надежный друг в нашей жизни. Небеса – то надежное место, где мы окажемся после физической смерти. Именно об этом говорится в 14 главе, особенно в ее начале. Вчера я говорил о том, что греческий текст 1 стиха 14 главы можно понимать двояко. Слово «веровать» можно переводить в изъявительном наклонении, и тогда это происходит сейчас. Вы веруете в Бога, вы веруете и в меня. Или как поверительное наклонение. В поверительном наклонении это будет приказ, указание. Приказание «веруйте в Бога и в меня веруйте». Я не мог бы вам сказать вчера, что это не должно быть двоя индикативная или двоя императивная. Наша новая и любимая традиционная английская версия переводит первый вверх как индикатив, и второй вверх как императивная. Кстати говоря, возможные сочетания. Например, наш самый популярный английский перевод Библии переводит первое слово как изъявительное наклонение, а второе как повелительное – «вы веруете в Бога, значит и в меня веруете». Еще одну вещь я забыл сказать вчера, остановлюсь на ней сегодня. Замечательные слова Иисуса во втором стихе «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». Второй стих «В доме Отца моего обителей много». Послушайте, что дальше. «А если бы не так, я сказал бы вам». Поразительные слова звучат из уст Сына Божьего. Почему же Он такое говорит? Как будто у нас есть основания сомневаться в Иисусе. Я думаю, есть на то причины. А сейчас ученики проходят через особые минуты и, пожалуй, у них могли появиться особые сомнения. Он им еще скажет, что многое имею сказать вам, но вы пока к этому не готовы, вы пока не сможете это принять. Как Он уже рассказывал Петру, Он говорил, ты поймешь, но поймешь со временем, не сейчас. Но во втором стихе Он говорит «Если бы не так, я сказал бы вам». Тем самым Он как бы замечает «Я вам говорю все, что вам нужно знать сегодня, сейчас, на данный момент». Ничего такого, что вы должны знать, я от вас не скрываю. То есть никаких неприятных неожиданностей у вас не будет. Понимаете, в тот момент, когда Иисусу предстоит пойти на крест, Его возьмут, Его арестуют, Его свяжут, Его поведут на крест. Вот в такой ситуации, в такой момент ученикам нужно особое ободрение? И сатана особенно усердствует в непредвиденных ситуациях, в тяжелых ситуациях, когда мы сами стоим на пороге смерти. Именно тогда появляются самые тяжелые сомнения. Действительно ли обоснована моя вера? Все ли действительно так, как я предполагал? Он говорит им о небесном доме, тогда, когда ему вот-вот предстоит быть преданным врагам. По ему предстоит быть преданным врагам. Так же и в нашей жизни бывают моменты, когда кажется, что небеса где-то очень-очень далеко. И в такое время мы начинаем сомневаться в обещаниях. Мы задаем себе вопросом, действительно ли я попаду в небесный дом? Мы смотрим вокруг, а потом задаемся вопросом. Неужели есть небесный мир? Неужели есть невидимый мир, в котором живут ангелы? Неужели есть этот невидимый мир, в котором царствует Христос? Неужели есть этот невидимый мир, наполненный светом, наполненный сиянием Божьей славы? Когда мы задаемся таким вопросом, неужели есть этот мир? Что нам важно помнить? Вот к чему призывает нас атеизм, вот к чему учит нас атеизм. Появилось из ничего. По спонтанному стечению обстоятельств жизнь зародилась. Сначала не было ничего, а потом что-то появилось, что-то возникло. Атеизм – ничего, и все. Из ничего появляется все. Ну и соответственно, когда мы умираем, умирает вселенная, опять-таки из всего появляется ничто, все переходит в ничто. Так рассуждают атеисты-материалисты. Споря или беседуя с атеистами, мы задаем им вопрос. Мы говорим, ну вот в вашей системе, в вашем мировоззрении, откуда появилась вселенная? На этот вопрос они ответить не могут. Как можно быть приверженцем философии, которая постулирует, которая не ведет ни к чему? Атеисты с полной уверенностью говорят, да, мы не можем объяснить, откуда появилась вселенная. Но ведь у вас тоже есть проблема. Вы не можете объяснить, откуда появился Бог. Так что мы с вами квиты, у нас счет 1-1. Мы не можем объяснить, откуда вселенная, откуда материя. Вы не можете объяснить, откуда Бог. Атеист отлично понимает, что для того, чтобы принять утверждение о появлении вселенной из ничего, нам надо очень и очень много веры. И очень часто в связи с этим атеисты говорят о вечности материи. Материя вечно и несотворенна. Атеист таким образом пытается заставить нас поверить, что материя спонтанно, случайно организовалась в настоящую, дышащую, развивающуюся жизнь. И, повторяю, все это произошло чисто спонтанно. Но понятно, что все живое умирает, так что когда-то придет конец. Вот к чему призывает нас атеист. В скульптуре я не силен. Пожалуй, во всем мире я могу назвать только 3 или 4 скульптуры. Нет, не скульптуры, а скульптора. 3-4 скульпторов я могу, пожалуй, назвать. Ну, самый известный, конечно, это Микеланджело и Роден. Естественно, мы также знаем известную скульптуру, которая находится в Париже, скульптура мыслителя. Также мы знаем известную скульптуру, которая находится во Флоренции. Давид, скульптура Микеланджело. Мы, христиане, говорим, что есть живой Бог, что Он личность, у Него все составляющие, все элементы личности, разум, воля и эмоции. Мы говорим также, что это Бог-творец, Он творец всего. Атеист считает наши убеждения мифом, предрассудком. Он считает, что все, что мы видим вокруг, развилось случайно. Из неживого появилось живое. Из безжизненного – жизненное. Из безличностного – личностное. Вот к чему ведет нас, к чему, во что призывает нас поверить атеист. Представьте себе великого гения Ренессанса, Микеланджело. Он наделен разумом и волей. Перед Ним есть цель, у Него есть цель. И вот, руководствуясь разумом, в соответствии со своей волей и целью, Он лепит, Он делает скульптуру. Он создает величайшие статуи, величайшие произведения скульптуры, например, Давид, та самая статуя, которая находится во Флоренции. Скульптура безжизненна. У нее нет разума, у нее нет воли, у нее нет эмоций. Это камень, расцвеченный камень, раскрашенный камень. А теперь послушайте очень внимательно. То, что я сейчас попытаюсь сформулировать, попытаюсь объяснить, не нужно считать преувеличением, карикатурностью. Атеизм, со своим утверждением, о том, что из неживого возникает живое, фактически призывает нас поверить, будто химические вещества, из которых состоит статуя Давида, могут случайно, по истечению обстоятельств, превратиться со временем в живого человека с разумом, волей и эмоциями. То есть не то, что Микеланджело создал Давида, а из статуи Давида может сам создаться новый Микеланджело. Now, my friends, can any truly objective, fair-minded, thoughtful person actually sustain the notion that those two propositions are equivalent possibilities? Но неужели здравомыслящий, думающий человек может всерьез предположить, что путь от Микеланджело до статуи Давида – это то же самое, что и путь от статуи Давида до человека Микеланджело? Ведь само это рассуждение абсурдно, а атеисты при этом напускают на себя более наукоподобный, более образованный вид, делают себя более образованными, чем мы, верующие люди. Идея Бога кажется им настолько неприемлемой, что они готовы поверить в абсурд. Вы понимаете аналогию, вы понимаете вот эту аналогию, которую я сейчас использовал, о том, что из произведений искусства может возникнуть художник, а вот сам этот подход, само это предположение, аналогично предположению атеиста, о том, что из неживого постепенно возникает живое и разумное. Вы понимаете саму эту аналогию? А вообще, вы слушаете, я вас еще не потерял? Почему я говорю об этом здесь и сейчас? Иисус говорит им о небесах. Он знает, что у них будет немало сомнений. Человеку, которому предстоит пойти на костер, пойти на сожжение ради веры, за веру, человеку которого вот сейчас связали, вот сейчас его бросают на этот костер. Такого человека посетят сомнения, к такому человеку придет сатана и скажет, все, ничего больше тебя не ожидает. И всю свою жизнь ты посвятил мифу, и из-за этого ты теперь и умрешь преждевременно. И вот в этот самый момент Иисус Игорь напоминает им, вы знаете, все, что я вам сказал, истина. Если бы было не так, я бы вам тоже сказал. Представьте себе пустую вселенную, представьте себе вселенную без Бога. В такой вселенной небеса, небесный дом тоже сложно себе представить. Но когда мы смотрим в универсу, который здесь, когда мы думаем о том, что здесь есть, все ощущения, что здесь есть, все любви, которые здесь есть, А теперь представьте себе нашу вселенную со всем ее разумом, со всеми ее эмоциями, со всеми ее чувствами, со всеми ее переживаниями. Представить себе, что эта вселенная обратится в ничто, сама такая идея дается нам очень трудно. Посмотрите на любовь, посмотрите на осмысленность, посмотрите на жизнь, которая существует вокруг. Глядя на все это, очень легко представить себе, что эта любовь, эта осмысленность, эта жизнь не кончится. В новом мире также будет присутствовать и любовь, и осмысленность, и жизнь. А такая идея, такая картина мира гораздо легче, чем представить себе, что эта вселенная когда-то вдруг обратится в ничто. Я уверовал в университетские свои годы, это было в 1971 году. Мне тогда казалось, что доказательств христианства очень мало. Сейчас мне неловко об этом говорить, но тогда я считал, что у меня очень сильная вера, у меня могущественная вера. И этой веры хватит даже при всех тех немногих доказательствах, которые существуют в мире. Потом я стал читать и узнавать аргументы и против христианства, и за христианство. И результаты меня потрясли. Во-первых, оказалось, что все наоборот. Вера моя очень слаба. Вера моя удручающе мала. А вот доказательства, напротив, превосходят все ожидания. Объем, количество доказательств превосходит все ожидания. И я думал, что я буду ходить через жизнь, как интеллектуально взборчен, потому что я христианин. Слушайте, есть много вещей, о чем я интеллектуально взборчен. Потому что есть много вещей, о чем я не знаю, что я должен знать. Но я никогда не был интеллектуально взборчен, потому что я еженец. Тогда мне казалось, что я ставлю себя в интеллектуально глупое положение, становясь христианином. Понимаете, друзья мои, за это время, за эти годы я неоднократно попадал в интеллектуально глупое положение. Но ни разу я не чувствовал себя глупо, потому что я христианин. Я глупо себя чувствую, потому что русский язык до сих пор не выучил. Но мне совершенно не приходится оправдываться. Я совершенно не чувствую себя глупо из-за своей веры в то, что есть один Бог, Иисус из Назарета, Сын Его. Друзья мои, христианское мировоззрение отличается последовательностью. Оно способно объяснить существование и устройство Вселенной, которую мы видим вокруг. Будь оно не так, Иисус сказал бы нам. И вот это ободрение, эта уверенность, Он дает в кризисный момент, в переломный момент и своей жизни, и жизни учеников. Это очень важно, что мы получим эту уверенность от Иисуса, и что мы верим в это, потому что те, кто обещают, будут так сильными и сильными в их обещаниях. Это уверение от Христа необходимо принять. В это уверение необходимо, в это убеждение необходимо уверовать. Оно должно быть нашим убеждением, потому что вокруг нас очень много людей, пытающихся сказать иное. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, Вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Продолжение следует...